Рецептов маринада для шашлыка ровно столько, сколько людей берутся его готовить. Неизменным всегда остается один компонент – специи острые, пряные, навязчивые или едва ощутимые. Это стиль южной кухни, где мясо долго не хранится. До изобретения холодильников травами часто маскировали вкус и аромат. А вот если так сейчас одним движением перешагнуть 3000 километров и оказаться в столице Карелии Петрозаводский, то можно ощутить совершенно противоположные гастрономические ощущения. Потому что местная кухня всегда совершенно по-другому подходила к вопросу консервации продуктов. Использовали для этого, например, антиоксиданты из крапивы или же окуривали продукты. То есть это такая особая разновидность копчения. В старину окуривали соломой, но шеф-повар Дмитрий Стрелков предпочитает яблоневую щепу. Это не нарушает канон, ведь мастер детально изучил северную кухню по книгам, рецептов, рассказам писателей и работам этнографов. Дмитрий много лет жил и работал в Севастополе. За новым гастрономическим опытом отправился на другой конец России. Теперь в ресторане в самом центре Петрозаводска он по совместительству главный режиссер иммерсивного спектакля под названием «Карелия». Гравлакс форель слабой соли в чернике. Нордическая рецептура предписывает ферментировать рыбу, то есть в прямом смысле дать ей полежать на воздухе. Но если все сделать по мотивам традиционной технологии, то вкус станет особым таким, что описать его привычным набором. Прилагательных не получится. Концепция всего гастрономического спектакля – полнота ощущений. Вкусовых, визуальных, тактильных. Дым – это особенность подачи, отсылка к языческим обрядам очищения. У нас в Карелии, можно сказать, что двуверие. У нас и православие, и язычество. Это духи леса, духи воды, духи камня. Есть у нас такое понятие, как сейды. Сейды – это камни, в которых живет дух. Наши предки, проты, сами, сами поклонялись этим камням, когда видели что-то необычное в них. И тысячу лет назад эту рыбу добывали в водах Онежского, Ладожского, Озер и Белого моря. Лосось, палтус, судак. Шеф-повар Дмитрий Стрелков подает с интересными сочетаниями. Картофельное пюре с пармезаном, а молодой зеленый горошек с мятой. Следующим номером гостям преподносит калитку. Местная традиционная выпечка на ржаной муке, которую уже потом размягчают в молоке. Вторая калитка символизирует вулкан. Черное сладкое тесто и красная икра стекает потоками лавы. На закуску икра пинагора, ряпушки, форели, щуки. По чуть-чуть, но более чем для полноты гастрономических ощущений. У нас есть человек, травница, которая собирает нам траву. Вот сейчас буквально собрала очень много грапивы. Мы из грапивы делаем что-то подобие итальянского песта. Из молодой именно грапивы. Побеги только-только они выпустились. И мы их собираем, делаем, ошпариваем, делаем из них песто. Делаем каперсы из одуванчиков. Они еще только не распустились. Вот такие маленькие-маленькие завязанные бутончики. Маринуем их с солью, с сахаром, с уксусом. Закатываем в банки и тоже это готовим. Гостей удивляют и салатом, и из иван-чая, но чаще заваривают в составе разнотравия. Чтобы понять все тонкости этого древнего ремесла, продолжаем ваяж по Серебряному. Жерелью России от Петрозаводска еще 100 километров в сторону Финляндии в поселок Кудома. Место особое. В советские годы здесь была фабрика по сбору лекарственных растений. Сейчас постоянного населения здесь едва наберется полсотни человек. Местные жители сохранили знания о природе. И продолжают собирать травы для мастерской авторской косметики «Виты черной». Начиналось все 15 лет назад с традиционного мыла, формулу которого разгадывали два года. Сама Карелия очень бедна на масла, потому что здесь мало солнца. Травы растут в ограниченном количестве. Опять же из-за того, что бедная почва, мало солнца. Но те травы, которые выросли, они в себя сбирают очень много полезных микро- и макроэлементов. То есть это не сами масла, а то, что необходимо нашим клеткам, чтобы жить. И в северных травах в 6 раз больше. Это доказано по всем исследованиям этих микроэлементов, чем в южных. Эта уникальная особенность местных трав стала основой для целой серии шампуней, скрабов, кремов, бальзамов. Молодые листья березы, подорожник, грибчага, ромашка, вереск. Все это хранится недолго и быстро теряет полезные качества. Поэтому карельская авторская косметика не продается на интернет-площадках. Купить ее можно или на северо-западе России, или заказать в официальном магазине с доставкой авиапочтой. Ростислав Калмогоров, Александр Попов, Инна Лисенец, Вести, Севастополь.